на ремонте вот такая бензопила называется DEVU DAX 5820 XT значит пришла с диагнозом заклинило то есть она работала резко клеманула и уже дальше если начинать заводить она упирается дальше не идет так это или нет заклинило или нет будем смотреть если заклинило то придется как минимум цилиндр разбирать но для начала разбираем обшивку разбираем здесь стартерную часть для того чтобы проверить вал крутится или нет но там будем посмотреть дальше начинаем с обшивки здесь просто шестигранники шестигранниками откручиваем верхнюю часть для того чтобы добраться до цилиндра и боковой чтобы добраться до коленвала и так с крышкой стартера там понятно три винта и она откручивается и тут действительно жестокий клин коленвал полностью заклинил что-то с поршнем не известно но в любом случае разбирать нужно снимать всю поршневую как снимается верхняя крышка здесь сначала фильтр откручивается снимается ну а затем поднимут здесь два винта ну и здесь еще винты и снимается верхняя крышка единственное что когда снимаете фильтр нужно заткнуть тряпочкой вход в карбюратор чтобы туда ничего не попадало откручиваем и разбираем и так что у нас есть после того как сняли крышку верхнюю видим что есть крепление головки и это цилиндра собственно и это джекпок потому что бывают которых цилиндр целый вместе с корпусом и только полная разборка чтобы поменять поршневую а здесь все тот же шестигранник такой же как и на корпусе откручиваем цилиндр с помощью того же шестигранника ну в принципе я сейчас один винт откручу и вам покажу вот собственно откручиваем 4 и у нас будет полный доступ к поршневой и цилиндр в принципе это хорошая ситуация потому что не нужно полностью абсолютно полностью все разбирать откручиваем и смотрим что получилось так ну что же я открутил и он уже в принципе шевелится единственное чтобы его вытащить нужно открутить глушитель и открутить от него отсоединить карбюратор значит глушитель здесь у нас два вот здесь и два внизу крепежа и он тогда вытаскивается просто берется вытаскивается остаются шпильки на месте ну а здесь такой же шестигранник скорее всего должен быть для того чтобы два винта один и второй откручиваем и можем вынимать карбюратор и тогда освободится цилиндр и сможем его вытащить итак я винты здесь открутил как карбюратор отсоединился он вкручивается прямо туда ну и теперь нужно вытащить поршень тут у нас возникла с этим проблема у меня что он заклинил соответственно он легко чего-то не хочет выходить выходит вместе с поршнем поэтому сейчас ходит вместе с поршнем поршень там заклинил ну сейчас буду искать возможности как-то вырвать цилиндр из поршня как это уже сделать сейчас буду что-то придумывать так оказалось все не так просто тут кроме того что нужно вытащить карбюратор еще и открутить вот это вот перегородка пластиковая она во-первых крепится вот тут в винту но а второй винт такая штука не подойдет нужно именно вот такой ключ заходит вот как то так в такой промежуток и и когда открутишь и тогда вместе с и тогда можно вытащить цилиндр вытащил поршень здесь разломался полностью от него куски в середине ну и собственно поэтому проблема цилиндр может быть даже еще и нормальный проблема только в поршне куски поршня достал но они тут в таком короче разломалась капитально куски мелкие и собственно основной задачей основной задачей это мусор там прямо алюминиевый мусор может быть вы видите куски алюминиевых куски поршня это проблема но скорее всего поправимая хорошо вымыть и будет как новая и так после полной чистки все вот в таком состоянии сухенько я промыл бензином продул сжатым воздухом ну и здесь все прочистил собственно проблема была все таки в забитости все это забито было стружкой воздух уже не продувался из-за этого перегрев клим и полный обрыв был куплен на поршень суть выбора состояла в том что попросил поршень 45 миллиметров мне дали начал проверять по цилиндру он как-то ну подозрительно вообще просто телепается замерил по диаметру обыкновенным что не циркулям и оказалось не 45 44 и 8 ну получается ну совсем уже две десятки запас непонятно до какой цели две десятки попросил другой поршень оказался есть еще один другого фирмы производителя этот оказался 45 но и соответственно намного лучше ходит в цилиндр цилиндр я решил оставить старый потому что поверхность хорошая все теперь что осталось это поставить поршень поршень поставить несложно вставляем кольцо палец единственное что вы должны помнить да что вот эта стрелочка это стрелочка в выхлопную трубу ну и ставим все смазываем тут видите я хочу показать вид самого поршня потому что у меня же был полностью разбитый нужно установить кольца устанавливаем на подшипник сам именно поршень подшипник здесь из трех частей состоит подшипники 2 втулочки поэтому как бы нужно постараться все собрать правильно ну и закручивать обратная последовательность думаю что этого будет достаточно сейчас все покажу единственное что нужно сразу все смазывать маслом для того чтобы было ну все в масле это важно капнуть сюда масло потому что все же промывалось на шатун сам капнуть капать сюда все должно быть в масле для того чтобы при начале работы ничего не перегрелось и не заклинило и так для того чтобы дальше продолжить сборку у нас все есть нужно поставить кольца и устанавливать уже смазать и устанавливать опять таки все нужно перед тем как устанавливать кольца нужно еще хорошо смазать и сами кольца в моем случае у меня есть специальные ограничители и здесь есть вырез под ограничители штифты вставлены поэтому тут никак не перепутать в моем случае штифты вставлены вверху поэтому бывают разные кольца бывает без таких ограничителей тогда нужно будет правильно устанавливать кольца разрезы колец должны быть не со стороны здесь вот стрелочка на выхлопную трубу со стороны карбюратора это с одной стороны это первое а второе они не должны быть в местах где есть вот разрезы или палец то есть как видите один за один разрез стык кольца вот здесь один здесь здесь у меня уже пальцы вырезаны штифты вставлены поэтому я не перепутаю но не все производители делают так некоторые делают без таких штифтов и тогда вам самим нужно устанавливать в правильное место так вот потом все равно еще будем его по-другому устанавливать что еще нужно кроме этого нужно смазать немного сам шатун и немного капнуть в подшипники коленвала они их немного видно можно капнуть так как я промывал корпус там вся смазка вымылась и необходимо смазать и тот и тот левый правильный подшипник их сильно не видно но с помощью шприца и иголки можно туда тоже капнуть только в плюс понятно что ничего не произойдет если вы этого не сделаете но на первое время это нужно первое время подшипники будут работать без масла и это не совсем хорошо поэтому достаем шприц достаем иголку и шприц может быть любой какой-нибудь бушный обыкновенный шприц можно новый набрать лучше без иголки так будет быстрее ну и немного капнуть капать будет нелегко через шприц ну можно пару капель туда пару капель туда значит это нашу ту и проворачиваем смажется с иглой в подшипники тоже можно будет сделать несколько капель в каждый подшипник с помощью иголки было сложновато поэтому я просто наклонил немного вот так вот с помощью шприца просто несколько капель в один подшипник наклонил в другую сторону собственно все теперь осталось поставить поршень напоминаю что поршень обязательно ставится стрелочкой к выпускному каналу это выхлопная труба что еще нужно смотрите я буду вставлять с этой стороны поэтому на эту сторону я уже могу установить стопорное кольцо сразу потом собранном состоянии будет сложнее стопорное кольцо вообще без проблем вставляется тут никакого навыка не нужно вставляем или потом можно тоненькими круглогубцами можно просто отверточкой туда до вставить в паз не будет какой-то особенной проблемы все зависит от подвижности пальцев ну и от величины пальцев у кого пальцы крупные будут будет сложновато это сделать все таки возьму какие-то круглогубцы у меня пальцы не крупные среднего размера ну что-то у меня вставилось все что что еще нужно значит смотрите подшипник именно на этом именно в этой бензопилы в этой модели состоит из трех частей подшипник и два таких внешних колеса значит что мы делаем смазали вставляем здесь на месте когда одеваем сверху так и придерживаю одеваю сверху он там попадает зацепление повторяем как только он станет между двух бабушек на поршне вставил как только он попал между он уже никуда не денется все и теперь можно вставлять палец и попадать подшипник может получится не с первого раза попал попал ну собственно все необходимо поставить стопорное кольцо с этой стороны и будем устанавливать уже цилиндр сверху хочу вас предупредить что когда вы устанавливаете уже на поршне стопорное кольцо необходимо вот так тряпочку проложить потому что если стопорное кольцо выскочит обязательно упадет туда пространство его можно будет оттуда достать но это дополнительные хлопоты которые вас расстроят будете вспоминать меня в том числе выскочил и могло бы упасть не туда куда вы рассчитываете вот так скажем это обязательно самое потаенное место значит не всегда удобно и так всегда неудобно но вставить его туда необходимо со стопорным кольцом все что теперь нужно обязательно перед тем как устанавливать цилиндр его первых нужно смазать обязательно полностью обыкновенным маслом на палец не смогу что еще нужно сделать проверяем в каком месте стоят у нас кольца ставим на место ну и просто одеваем вот так выставляем поршень сверху вставляем до упора кольцо и потом просто руками сжать одно кольцо вставить сжать второй проверить не провернулось ли относительно замочка ждать второе кольцо вставить все это не вообще не сложная задача все вставилось туда-сюда повращали какое-то среднее положение стали колечки и устанавливаем на место что что еще нужно сделать у нас же же мы вытащили вот эту шланг очку вот поэтому ее нужно туда на место что на обязательно здесь есть отверстие куда необходимо продеть шланг очка сейчас я проделать верточку как направляющую не сразу потихонечку сюда просунул шланг ну собственно и все а теперь устанавливаем теперь поршень устанавливаем на место шаг за шагом так немножко провернуть следим чтобы стало все на место напротив отверстий и вот как-то так нужно потихонечку вытягивать шлангу чтобы шланг может если его не вытягивать он там может загнуться и придавиться и не будет протекать тогда топлива но если осаживать и потихонечку подтягивать ну вот сейчас стало на место ну собственно все ремонт произведен дальше в обратной последовательности потихонечку шаг за шагом ставим карбюратор я буду кое-что показывать наверное кое-что даже не буду сначала наживляем болты крепления и потихонечку собираем в обратной последовательности тут дальше уже сложного ничего нет все отверстия что необходимо еще сделать когда ставите новые детали смотрите на чистоту чтобы все было чистенько если что-то нужно промыть прочистить почистили поставьте почему это улучшит охлаждение ну и вообще после ремонта инструмент должен быть чистым понятно что он потом замажется это понятно но однако нужно делать как лучше а как обычно нам всегда получится все теперь закручиваем винты так ну с закреплением самих винтов самого цилиндра в принципе не сложно там он сам попадает куда надо просто главное не перетягивать и просто наживите затягивать уже последовательно крест-накрест то есть получается просто не спешите потихонечку 1 2 3 4 в пределах разумного вот как как вы затягиваете вручную без применения рычага вот такого размера отвертки и руки достаточно потому что если вы будете использовать еще к этой отвертке еще и рычаг то сможете сорвать резьбу потому что она закручивается в алюминиевый блок сейчас головка там осталась пошатали туда-сюда она вернулась назад собственно я сейчас предварительно затянул левой рукой рабочая правая и на этом остановился потом я еще затянул более капитально пока этого достаточно немножко усядется я потом дотяну все переходим к сборке карбюратора сейчас его еще немножко дочищу еще не в товарном виде и начну собирать вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее I can see Дальше Далее Проковыряю DimaTorzok С immediate Далее Далее обратите внимание что все таки сейчас я вставлю сюда на место ставлю винты и на что нужно обратить внимание на то что отверстие не должно быть меньше больше она может быть но не должно быть отверстие в прокладке не должно быть меньшее отверстие в металле сейчас я найду лезвие и вырежу обыкновенным строительным лезвием шаг за шагом вырезаю внутреннее отверстие так чтобы оно соответствовало и не заходило середину обязательно должно быть по диаметру все готово теперь можно собирать значит прежде чем устанавливать все необходимо шланги установить у меня здесь вкручены винтики чтобы у меня бензин есть в системе винтики вытаскиваем вставляем шланги этот сюда этот сюда и тут есть еще нижний нижний на слив что еще нужно нужно поставить нужно установить здесь есть рычаг нужно установить в это отверстие он устанавливается с поворотом то есть необходимо надеть перевернуть немножко и он туда одевается наклоняем одеваем он тогда одевается ну собственно и все теперь устанавливаем на место а и закручиваем карбюратор нужно чтобы отверстие совпали вот болты проходят насквозь через все прямо вот здесь закручиваются и нужно чтобы они там совпали и закручивались ну собственно это и вся процедура да что еще нужно будет сделать нужно закручивается вот еще один рычаг он тоже с поворотом что вставляется и сюда устанавливается собственно все теперь можно будет установить крышку верхнюю но для начала все позатягиваем у нас же есть монеты не дотянули болты цилиндра нужно затянуть болты карбюратора и тут еще болты вот этой прокладки промежуточной пластины тоже один и второй болт нужно закрутить пока все единственное что теперь уже надо закрывать это отверстие ну сейчас затягиваем значит по затяжке когда затягиваем карбюратор тоже без фанатизма обыкновенной вот такой ручки без усилителя этого будет достаточно через прокладку вот такая резиночка стоит она накручивается не прямо в цилиндр а через резиновую прокладку резиновый хобот тут все ну и теперь тут есть еще здесь был надо будет такой тут я специальным удлинителем закручу ну а с этой стороны закручивается свободно так по сути дела заканчиваем заканчиваем и уже принципе можно будет подергать и попробовать заводить думаю что на этом почти закончена так значит устанавливая крышку обращаем несколько внимания на несколько вещей во первых я открутил свечу увидел что кольца нет что есть неправильно будет выходить какое-то количество кольца на свече но у вас такого может не быть значит другая история смотрите вот здесь вот есть кабель высоковольтный он должен попасть вот в эту ложбинку поэтому когда будете ставить смотрите чтобы его не пережал еще на один момент вот эта полосочка должна попасть вот сюда вот этот желобок поэтому когда ставьте обращайте внимание поправляйте высоковольтный кабель ну и еще один момент смотрите следите чтобы не выпал все-таки усик и вот резиночка вот вставляется на вторую полосочку резиночка разрезом вниз и вот она так устанавливается и стоит все теперь устанавливаем и контролируем чтобы не выпала не выпал рычаг контролируем чтобы не выпал этот рычаг чтобы не зажало бронепровод и чтобы попала вот здесь в эту полосочку и совместилась по болтам собственно все что теперь нужно сделать как я и говорил свеча никуда не годится во первых откручивается гайка это показатель того что низкого качества свеча на нормальных заводах штампуют и заштамповывают кольцо так что оно не выкручивается раз но когда-то выпало значит это низкого самая дешевая свечка какая есть есть у меня хорошая свеча я ее пока поставлю не важно как называется по качеству они могут быть разные но она во первых с колечком во вторых не откручивается ну собственно и все что теперь теперь закручиваем сам корпус будем будем пробовать заводить да а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...